Лучевая терапия Лучевая терапия Лучевой терапии подлежит две основных группы больных. Это местно распространённые и теперь уже действительно новое веяние ранней формы рака лёгкого N0, T1, T2 предпочтительно. Помимо стандартных объёмов, грубого объёма опухоли клинического и планируемого со всеми их отступами, при формировании объёма при облегчении лёгких существует ещё дополнительный внутренний объём опухоли, который учитывает смещение мишени в процессе лечения. Планирование проводится согласно всем международным организациям с оконтурнивым органам риска, обязательно тщательно, поскольку доза высокая. Это просто такая таблица, она, конечно, громоздкая, но мы просто показываем, что на каждый орган существует, на каждое количество фракций, на каждую дозу свои ограничения, которые мы должны учитывать и контролировать, ни в коем случае не превышать их. Обязательно условия стереотоксического облучения – это контроль ежефракционной укладки пациента, желательно, если это будет происходить в коническом пуске самого ускорителя, наиболее точно. Желательно производится, конечно, синхронизация дыхания. Вот, собственно, показано 10 фаз дыхания, в которых мы делаем так называемую усреднённую, удлинённую компьютерную томографию. И так она выглядит, как видно, смещение мишени. Здесь специально поставил большой грубая опухоль, но то же самое происходит и с маленькой, которую мы облучаем. Понятно, что значительная часть пациентов наших функционально неоперабельны, не в состоянии пережить операцию большую. Поэтому метод чрезвычайно важен. Вот одна из работ, показавшая, что, в принципе, сопутствующая патология, сопутствующие ограничения по органам дыхания никак не влияют на возможность проведения стереотоксической лучевой терапии. Внедрение скрининговых программ позволяет нам ожидать существенного увеличения ранних стадий, надеемся. Понятно, что хирургическое лечение до сих пор остаётся стандартом, но нам надо идти дальше и сравнивать эффективность этих методов. Собственно, стереотоксическая лучевая терапия – это метод, позволяющий производить высокоточную доставку высокой дозы облучения с минимальным повреждением окружающих тканей. Достаточно давно был придуман, в 1967 году ещё, и долго лечил ли только интракраниальные повреждения. Лишь только в 90-х годах начали использовать для лечения экстракраниальных образований. С 2001 года она утверждена в Соединённых Штатах, а далее во многих других странах для лечения рака лёгкого. Показания достаточно чётко определены радиологическим сообществом мировым. Это Т1, Т2, Н0. Реже до 7 см могут браться опухоли. Морфологическая верификация обязательно. Эффективность дополнительного химиотерапевтического, допустим, лечения пока не доказана, но изучается и с успехом комбинации стереотоксического облучения с иммунотерапией. Противопоказания достаточно стандартные для тех же, в общем-то, что и при хирургическом лечении. Обязательно существуют методы синхронизации дыхания. Это может быть как искусственная вентиляция, это тренировка с пациентом с радиовизуальной обратной связью, задержка дыхания, абдоминальная компрессия, интерфракционное слежение, ну и самый оптимальный, конечно, гейтинг, то есть облучение, то, что мы показали, по фазам дыхания, когда ускоритель прекращает облучать, если мишень выходит за пределы допустимые. Обязательно, конечно, использовать хорошую компьютерную томографию для топометрии с шагом не менее полутора миллиметров, чтобы четко оконтурить. Рекомендуемые дозы, ну и достаточно много, от одной до обычных, до восьми фракций. Самые предпочтения, которые мы отдаем, это 20 грей по три фракции для опухоли, расположенных отдалеко от органов средостений и критических важных органов, либо, если вблизи, то 13,5 по 4 грей. Хотя вот существует множество других вариантов. Главное, чтобы эквивалентная доза, доза эквивалентная облучению при классическом фракционировании превышала 100 грей. Радиобиология стереотаксиса существенно отличается от обычного облучения. Линейно-квадратичная модель не вполне ее описывает, поэтому существует масса сейчас новых предложений по публикации указанной, по расшифрованию радиобиологии. Ну, пока не все ясно, потому что клиническая эффективность существенно превосходит ожидания, построенные на классической линейно-квадратичной модели. Понятно, что существуют и острые, и поздние осложнения, и пульмониты, и изофагиты, дерматиты. Более шести недель возникают еще сложнее. Неблучевые пульмониты тяжелые могут быть с дыхательной недостаточностью, плекситы, боль в грудной клетке, изъязвление, стриктуры пищеводы, даже свищи, повреждения сосудов с гемоптоидой кровотечениями. Но мы такого практически не наблюдаем. Грамотное, аккуратно проведенное стереотоксическое облучение позволяет избежать этих осложнений. Наблюдения по параличными пациентами тоже, в принципе, близки к тому, что предлагается в хирургии. Единственное, что критерии ресист мы не можем использовать, поскольку послучевые изменения не позволяют нам адекватно оценить состояние органа с последующими воспалениями, послучевыми рубцеваниями. И единственное, что если увеличивать очаг в раннем периоде, меньше 12 месяцев, то надо думать о рецидиве. Срединные парамедиастинальные опухоли. Извините уж, остановлюсь на этом. В англоязычной литературе мы постоянно встречаемся, и хирурги будут встречать, они пишут «центральный рак лёгкого». То есть, на самом деле, они понимают под ним парамедиастинально расположенный периферический рак, никакого отношения к центральному раку не имеющий. И подобная трактовка будет у нас двусмысленной и будет нас только запутывать. Поэтому вот наше предложение – называть их срединными парамедиастинальными, можно ещё как-нибудь придумать. Центральный рак – это центральный, расположенный в доступных обзорах бронхах. Опухоли могут быть умеренно-срединными и так называемые ультра-срединными, когда планируемый объём накладывается на трахею главные бронхи. Но даже при их облучении, единственное, что надо, может быть, более мелкие фракции с большим числом, например, 5 фракций по 10 Грей, по 8 Грей. У таких больных проведены целые систематические обзоры, ретроспективные исследования, показавшие высокий контроль свыше 88% и более. Ещё одна проблема – интерсекциальные заболевания лёгких. Долгое время считались полным противопоказанием и совершенно справедливой к стереотоксической лучевой терапии. Вот одна из работ, ретроспективный тоже анализ. У нас осложнение лучевых пульмонитов третьей степени и боли значимо выше, до половины больше, чем при неизменённой перенхемии лёгких. Ну, собственно, что же мы имеем в отношении эффективности стереотоксической лучевой терапии? Ясно, что эффект зависит от конкретной дозы. Чем больше доза за фракцию, тем лучше эффект. Доза должна быть, ещё раз повторюсь, не меньше 100 Грей. Мы предпочитаем для стойкого контроля, согласно вот с этими авторами, 3 по 20 Грей – это эквивалентно от 140 до 160, смотря как у альфа-бета считать, ну, где-то 150, я думаю, вот так. Как видите по этой публикации, чем выше БЭТ, чем выше эквивалентная доза, тем меньше риск локальных рецидивов. В основном речь идёт, конечно, о функционально-неоперабельном раке, то, что нам достаётся от хирургов. Позвольте быстро просто показать, какие высокие показатели локального контроля свыше 80%, как правило, и общей выживаемости свыше 60%. Одно за одним исследованием везде одни и те же показатели. Трёхлетний контроль – 98%, выживаемость – 56%. Всё сопоставимо, в принципе, с теми данными, которые мы имеем в хирургическом лечении. Вновь те же похожие данные. Вот целая перечень исследований, где снова локальный контроль и общая выживаемость, ну, просто хорошая. Впечатляют. То же самое. Локальный контроль и общая выживаемость свыше 80%, свыше 90%, к 100% приближается. Но если говорить о стереотоксической и лучевой терапии против хирургического лечения, то, к сожалению, так ничего и не было сделано, чтобы нам убедить друг друга в чём-то, либо разубедить. Были три попытки чистых рандомизированных исследований. Все прерваны из-за противоречий с хирургическим сообществом и с несогласованностью дизайнов с плохим набором пациентов. Все эти исследования ретроспективны, в определённой степени суррогатны. Хотя, ну, почему бы им не верить? Давайте посмотрим. Статистически значимых различий в локальных рецидивированиях и в опыте специфической выживаемости нет. Хотя общая выживаемость после хирургического лечения несколько выше. Вновь сопоставимые результаты лечения хирургического против стереотоксической лучевой терапии. 9 тысяч пациентов, крупные исследования, сублобарные резекции, ну, это была крупная исследование, там много разных было, в частности, показав, что нельзя сублобарные резекции делать при опухолевых, при приличном опухоле лёгкого. А вот и различия в общей выживаемости между стереотоксиксом и лучевой терапией, и лобоктаймими не обнаружено. Вот анализ, показавший, что при хирургическом лечении однолетняя выживаемость лучше в группе операций. Однако, в последующем, когда начали анализировать, оказалось, что выживаемость, что начало лечения в группе хирургического было 17 дней от момента диагностики, а у больных со стереотоксисом ждали почти 2,5 месяца. Ну, видимо, думали оперировать, не оперировать, куда его пристроить. Ну, в итоге, конечно, выживаемость будет хуже. Вновь нет статистической значимой разницы в крупном исследовании про стереотоксис против видеоассистированных операций у пожилых. И снова целый ряд исследований, где мы будем видеть, что эти линии или находятся вблизи, нестатистически значимо различаясь, либо даже в некоторых исследованиях, как видите, синяя стереотоксическая лучевая терапия оказывается лучше. Собственный опыт, локальный контроль после проведения стереотоксической лучевой терапии 94% высоко и, в общем-то, сопоставимо с имеющимися данными. Позвольте показать формирование. Некоторые планы, где показано формирование мишени. Вот, собственно, опухоль, находящаяся в верхних отделах лёгкого, и, соответственно, она, как шарик, мы её оконтурили, и во всех фазах дыхания она мало изменилась от этого, немножко прибавила. Вот опухоль в средних отделах. Она увеличилась вдвое, мишень, в итоге, после нашего планирования. Опухоль в нижней доле, как видно на боковом снимке, она просто превратилась в колбаску, в 3-4 раза больше становится, когда мы облучаем на диафрагмальные очаги. Всё это должно учитываться, конечно. Ну, примеры лучевых планов. Да, пациенты, естественно, которые получили радикальное лечение, имеют высокий риск метахронного рака. Если, допустим, выполнена пневмоноктомия, всё исчерпаны возможности, стереотоксическая лучевая терапия в этой ситуации может нам помочь. Вот, пожалуйста, один из наших планов. В парамедиастинальной клетчатке Евгений Владимирович выполнил пневмоноктомию, мы потом этот очаг ликвидировали с помощью стереотоксического облучения. То же самое, ещё такой уже примерно план. Здесь как раз на диафрагмальное вмешивание прибавило 25, наверное, процентов. Ну, что делать? Мы её облучили. Про центральный рак лёгкого. Облучение центрального, то есть, собственно, центрального, настоящего, который с бронхами связан, конечно, рискованно, поскольку есть высокий риск кровотечения, деструкция лёгких в прилежащей артерии, всё это понятно хирургам. Но, тем не менее, при невозможности другого лечения, как вы видите, локальный контроль и общая выживость при облучении центрального рака лёгкого тоже может давать вполне впечатляющие результаты. Вот один из таких наших планов. Рецидив в промежуточном бронхе и главном. Мы его облучили, в общем, достаточно успешно. Отступы. Понятно, что с учётом смещения мишени вертикально 3-5 мм и везде. Ну, вот предпочтение, где, естественно, красное. Вертикально, крайне акваудально и латерально. В группе функционально скомпрометированных больных стереотоксическая лучевая терапия намного бы эффективнее, чем, понятно, при хирургическом их лечении. Тоже целый ряд исследований. Позвольте так вот бегло показать. Везде впечатляющие результаты, где вы будете смотреть на показатель локального контроля и общей выживаемости. Выделено красным. Аптокопальный эффект – это то, что мы говорим, так называемый, немишенный, когда в других отделах происходит, не облучённых, происходит редукция опухоли. Связано это с тем, что, видимо, происходит высвобождение целого ряда различных биологически активных веществ. Как видно здесь, в зависимости от дозы, чем больше дозы, тем больше появляется рецепторов на поверхности клетки. То есть, производит так называемая инвивоиммунизация. Включается масса различных механизмов синергизма. Вот, собственно, наше исследование. Действительно, при послестереотоксической лучевой терапии происходят изменения в доле т-лимфоцитов. Надо помнить, что этот абскопальный эффект может давать и отрицательные результаты, различные осложнения. Ещё одно любопытное исследование буквально вышло две недели назад. Они адювантно давали дурвалумаб с или без стереотоксической лучевой терапии. Полный ответ у 6% в группе монотерапии дурвалумабом и 53% значимо существенно в группе сочетания дурвалумаба и стереотоксической лучевой терапии. Экономическая эффективность. Противоречивые сведения. Кто-то пишет, что лучше стереотоксическая лучевая терапия. Кто-то в группе крепких и функционально сохранных больных пишет про лобоктомию, что она более экономически эффективна. Я, кстати, даже думаю, что это так. Извините, ещё парочка буквально любопытных слайдов. Это дополнительное облучение, так называемый буст при местно распространённом раке лёгкого. Облучаем обычным способом местно распространённый рак, даём дополнительную стереотоксическую дозу на резидуальную опухоль, получаем прекрасные эффекты, как видите, с высокими покажениями дистантного контроля, отдалённого метастазирования и локального рецидивирования. То же самое. Целый ряд работ демонстрирует впечатляющие результаты. Определяется геномный профиль. И от этого тоже, в общем-то, можно делать коррекцию проведения лучевой терапии. Локальная консолидирующая терапия при олигометастазах самого немелкоклеточного рака лёгкого, как вы видите, тоже даёт повышение, улучшение отдалённых результатов лечения. Ну, выводы, позвольте, тогда уж не говорить. Понятно, что метод уже теперь становится стандартным. Однако ни одного рандомизированного исследования не закончено. Конечно, это безотлагательно надо делать, причём не бог знает как. Она чётко функциональна, не скромплементированных больных, которые подходят и для того, и для другого метода лечения. И только это поможет нам понять, доказать друг другу свою правоту, либо неправоту. Ну, и всё остальное. Мы можем улучшать и центральный рак лёгкого, и, в общем-то, отдельно лежащие метастазы. Надо просто провести хорошее рандомизированное исследование. Спасибо. Спасибо.